Как раз в этом месте сегодня были зафиксированы сильнейшие порывы ветра свыше 30 метров в секунду. Это Тихоокеанское побережье префектуры Мияги. В момент, когда наша съемочная группа побывала здесь, десятый в этом сезоне тайфун Лайон Рок, или Львиная скала, находился примерно в сотне километров от берега. В зоне охвата тайфуна северо-восточный регион, главного японского острова Хонсю. В предыдущий раз тайфун достигал этих мест более 60 лет назад. Пока ураган далеко в море, большой опасности он не представляет. Но уже к трём часам дня ситуация резко меняется. Ещё до начала бури стали поступать сообщения об отключении электричества. Ветром обрывало провода и валило опоры линий электропередачи. Авиакомпании заблаговременно отменили все рейсы в этом районе. Частично заблокированы автотрассы и железнодорожные линии. Судам категорически запрещено выходить в море. Людей заранее предупреждают по возможности не выходить на улицу, разумеется, если нет угрозы затопления и обрушения. А это касается жителей прибрежных и горных районов. Рекомендацию быть готовым к немедленной эвакуации получили около 200 тысяч человек. Многие пришли в центры эвакуации, не дожидаясь официального распоряжения властей. Этот тайфун опасен именно сильнейшим ливнем. По данным синоптиков, сегодня в зоне прохождения тайфуна выпала более чем месячная норма осадков. При всей своей изначальной свирепости можно сказать, что тайфун «Львиная скала» Японию пощадил. На берег он высадился уже вечером, когда стемнело, и произошло это гораздо севернее, чем предполагало метеорологическое управление. В результате ураган прошел по малонаселенным районам. Сейчас он фактически уже покинул территорию острова Хонсю. Завтра тайфун будет хозяйничать в Японском море, а японцы подсчитывать учерб и готовятся к новым ударам стихии. Сентябрь обещает быть очень щедрым на тайфуны. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро вестей, префектуры Мияги, Ивате, Аумори, Япония.